Вот, я хотел порассуждать про историю философии. Я как-то уже уперся в построении системы до... Ну, уперся, не совсем понятно, что память, воображение, какие-то трудности остались, но... Несколько небольших проблем, не совсем понятно. Даже надо заниматься поведением. На самом деле. Страстями, поведением. Но как этим заниматься, я не знаю. Вот, поэтому я решил посмотреть... Ну, просто порассуждать про историю философии. С чего начинается вообще философия? С развлечения чувственной и мыслящей формы. Пока нет этого развлечения, нет рефлексии. Это у Гегеля зафиксировано вот в феноменологии духа. Позиция мы, то есть мыслящая форма и чувственная форма. Пока нет этой разницы, нет рефлексии, значит, вообще невозможно философствовать. И значит, фалес различает, раз он философствует, значит, он различает мыслящую и чувственную форму. Мыслящая форма, согласно Гегелю, в опыте, в чувственном опыте. Различает две стороны – это и этот. Причем это имеет некоторый вид, скажем, ночью. Это первоначально, пока она не снилась в тёп, она, может быть, не имеет вида ночью. Но в основном же это, в общем, нечто определённое, зафиксированное, то есть имеющее пределы. То это в Гегеле имеет пределы. Потому что Гегель вообще рефлексирует чувственную форму, которая сама по определению есть форма, по сути есть форма. То есть она определивается. Как у Гегеля? Сознание отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Это значит, что, с одной стороны, предмет внешен сознанию. Сознание отличает от него, поэтому предмет внешен. А с другой стороны, предмет дан в чувственной форме. То есть чувственная форма рефлектируется. И поскольку рефлектируется чувственная форма, постольку предмет получает смысл бытия. И сознание соотносится с предметом как со смыслом бытия. Отличает от себя нечто, то есть нечто внешнее. И в то же время соотносится с ним постольку, поскольку предает ему смысл бытия. А смысл бытия предает постольку, поскольку схватывает чувственную форму восприятия. Как форма. Придет получает двоякое определение. Внешности и бытия. Получается утверждение «ночь есть». Фалес рассуждает иначе. У Фалеса тоже есть развлечение на это и этот. То есть у Фалеса тоже есть… Что такое «это»? У Фалеса тоже есть с этой стороны. Но что такое у Фалеса «эту»? Это предмет данный непосредственно. Что рефлектируется в чувственном опыте? Непосредственная данность предмета. А что значит «непосредственная данность предмета»? Непосредственная данность означает «тождество», «сущность» и «существование». «непосредственная данность предмета» означает «тождество», «сущность» и «существование». Предмет дан непосредственно, значит, он дан как «неразвлеченность», «сущность» и «существование». Что из этого проистекает? Из этого проистекает единственность предмета. «Если ночь дана как «тождество», «сущность» и «существование», то есть только «ночь». У Гегеля «эту» сразу определено, у Фалеса «эту» сразу бесконечно. «Если тождество» на «сущность» и «существование», то есть только «эта» сущность. Всего остального нет или оно есть каким-то другим способом. «Если ночь дождество» на «существование», то существует одна ночь и протекает никакого дня. Рядом не может расположиться никакой день. Ну, то есть то, что у Фалеса всё есть вода. Ну, разумеется. Проблема множественности она не отменяется тем самым, что мы говорим о том, что есть одна. Мы поговорим про множественность. Но бесконечность предмета – это одна сторона опыта. Так сказать, объективная сторона опыта – «эту». Разумеется, это не единственное, что мы рефлектируем. Но со стороны предмета, со стороны внешности предмета мы констатируем бесконечность предмета. А вода же будет соотнесена с другими стихиями, с воздухом, с землёй, с огнём? Она сразу соотнесена? Нет. Всё есть вода. А, а остального нет? Остального нет. Так а вода определена, если нет других стихий? Нет, она бесконечна. Ну, достаточно вдуматься в то лицо сущности и существование. Другую сущность, следовательно… У Анаксимандра, я вот согласен, действительно, есть некого рода бесконечный предмет, и там вот этого разговора о том, чем он является – нет. Анаксимандра говорит просто некого рода бесконечный предмет и всё. А какой он там? Что это такое? Вода там? Какую определённость он имеет? У него этот разговор отсутствует. А у Фалеса же всё-таки это же вода. В чём отличается от Анаксимандра, философия Анаксимандра и философия Фалеса? А так получается, что это вроде одна и та же философия? Одна и та же. На мой взгляд, одна и та же. Конечно, корректнее сказать, что раз нет границ, то… Но я пытаюсь работать вот с этим понятием непосредственности или тождества сущности и существования. Если сущность – тождественное существование, а существование – тождественное сущность, то рядом сущность с этой сущностью не может быть ничего другого. Другое дело, повторяю, что это только один момент, который мы рефлектируем. Если вот было всё, то было бы непонятно, было бы противоречие, действительно. А почему вода, если нет границ? Вопрос в том, что у Фалеса этот, то есть субъективность. И если существованию тождественна одна сущность… Потом, кстати говоря, где-то, я уже не помню где, разбирает эмпидоклы и говорит, что это нелогично. В основу ложить больше одного предмета – неправильно. Потому что в основе мира лежит ниже существующие, а существовать может быть только одно. Вполне здравое рассуждение. Если только одна сущность обладает существованием, то остальные сущности существованием не обладают. Что значит сущность, не обладающая существованием? Что значит сущность, которая не обладает существованием? Это сущность, которая существует в соотнесённости с другой сущностью. Есть два вида данности вещей. Сущность ожидательного существования и сущность, соотнесённая с другой сущностью. Это другой способ данности… Нет, ну просто сущность и все остальные стихии – это просто же есть и наковение воды. То есть это та же самая вода. Они же не другие, они просто другие нам к окажущимся. А в сути они та же вода. Ну так обычно представляют… Типа лёд, земля, пар – это типа воздух. Огонь, я не знаю, как так придумывать. Нет, поэтому там надо всё – и камни, и землю. Ну это лёд, как бы лёд. Особо как крепкий лёд – камни. Ну так Фалеса действительно представляет, что всё – и наковение воды. Я бы предложил другой вариант. Другие сущности, только одна сущность ожидается на существование, другие сущности существуют относительно чего-то иного. Что его ограничивает? И тогда получают определение сущности. Нет, ну странно, что они рядоположны существуют. Понимаете, рядоположность подразумевает равноправие. Почему рядом на это положено существующая сущность Земля обладает этим недостатком таким? Это даже надо объяснить. То есть вода имеет бытие, а земля нет. Я пытаюсь объяснить. Пока скажем, что есть одна сущность, тождественное существование, и все остальные сущности существуют относительно одна другой. Ну давайте подумаем, что значит «относительно». Скажем, что это слово «относительно» или «на фоне». На самом деле это пустое слово. На самом деле существует «относительно» значит, существует в переходе от одной сущности к другую. конечность предмета означает превращение его в другой предмет и больше ничего. «То есть живут заимствованным бытием?» «То есть живут заимствованным бытием?» заимствовать бытие от воды? Ну, наверное, можно и так сказать. Но я хочу сказать, что существование рядом – это абсурд. Одно существует на фоне другого – это тоже абсурд. Соотнесенность, конечность или фоновость – это всего лишь переход от одной сущности к другой сущности. Конечность предмета, еще раз, – это его превращение в другой предмет. Только в превращении в другой предмет мы понимаем конечность. Что Фалеса говорит или подразумевает? Не соотнесенные, не рядом стоящие, не на фоне другого, а в превращении в другое. То есть все, кроме воды, существует в превращении одного в другое. Что и утверждается, и подразумевается. Потому что Фалеса осталась всегда очень спорно, но предполагается, что все находится в движении изменений. То есть есть настоящая форма – это вода, то есть та форма, которая существует по сути, а все остальное является только как восстановление внутри этой формы. Да. И я хочу утверждать, в самом деле самое интересное, что я хочу утверждать, я хочу утверждать, что это превращение, этот переход из одной конечной сущности в другую конечную сущность, этот переход является следствием рефлексии и чувственной формы. Мысль рефлексирует чувственную форму в том и в том виде, что осознает переход от одной конечной сущности в другой конечной сущности. То есть чувственная форма дана не прямо. Она сама не дана. Сама не дана. Но только через рефлексии ее мы можем понять движение от одной сущности в другую сущность. Это вид, который у фалеса получает «этот». Гегеревский «этот». Это у фалеса – бесконечная сущность. Но это только одна сторона делал. А «этот» у фалеса – переход от одной конечной сущности в другую конечную сущность. То есть у нас все движение осуществляет «этот». А на стороне предмета некого рода… Что у нас? Тасис? Это что значит? Ну, значит, это покой. Покой? Да. Предмет бесконечно покоится. Предмет бесконечно покоится. А другая сторона рефлексии чувствованного опыта – первая сторона рефлексии чувствованного опыта – предмет бесконечно покоится, Вторая сторона рефлексии и чувственного опыта – бесконечное превращение того же предмета, фактически того же предмета, потому что вода может существовать и как бесконечный предмет, и как конечный предмет. Здесь нет противоречия. Вода как форма, а все остальное становится этой формой. Да. Только вода удерживается как вода, а все остальное не удерживается, в том числе и сама вода. А вода подразумевается как каждого опыта? Ну, вода есть вода. А инстракция воды или все-таки настоящая плечащаяся в богийской море? Это трудно сказать. Я говорю только о тождестве сущности и существования, по непосредственной данности предмета. Поэтому та сущность, которая тождество существования, она, конечно, отчасти апиера, отчасти вода, тут трудно сказать. Отчасти абстрактная, отчасти конкретная, да? Ну, просто трудно сказать. Не, у нас раньше же как было? У нас раньше был такой экстатический опыт, что можно было взять определенную конкретную перед тобой плещущуюся воду и возвести ее в бытие. Ну, как это, мода, 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 мода. Так, наверное, и есть. Тождество сущности и существования. Сущности вот они деваются, они растворяются на просто тождественное бытию. И поэтому она единственная. Поэтому форес может даже ближе к истине, когда говорит «все вода», чем Анаксимандр. Потому что он вернее и точнее выражает это вот состояние неразличенности сущности и существования. Итак, одна сторона рефлексии чувственного опыта – бесконечный покоящийся предмет. Другая сторона рефлексии чувственного опыта – бесконечная смена предметов. Сплошное превращение одного предмета в другой предмет. Ничто не стоит. Вот в этой второй стороне опыта ничто не фиксирует. Все-все время превращается. А поскольку другой стороны опыта является неизменность предмета, то в каком-то смысле можно говорить о том, что все это – инаковость воды. Но это надо делать осторожно, я не уверен, что можно так прямо сказать, что все эти превращения – превращение одной и той же воды. Но две стороны опыта как бы на лицо. И еще раз, превращение конечных сущностей – это средство рефлексии чувственной формы. Чувственная форма прямо не дана, но ее рефлексия дает нам это вот движение. Совсем не похоже на Гегеля, хотя есть рефлексия и там и тут. Есть два способа понимания. У Гегеля какая-то внешняя необходимость есть? День сменяется и ночью, так же как-то наступает на волю этого. Я чуть подвигаюсь, Булак, ничего? Да, да, да. Засиделся сегодня. Я то изображаю бесконечно покручивуюся воду, то немножко превращаюсь. Еще раз, что у Гегеля? У Гегеля бытие конечного предмета очень не похоже. У Гегеля бытие конечного предмета дается рефлексии чувственной формы. Поскольку мы рефлексируем чувственную форму, предмет получает смысл бытия. Мы с ним соотносимся как с бытие. То есть бытие – это прямое следствие рефлексии чувства. Но определенность дана иначе. Она дана как-то изначально. Правильно? То есть в самом определении предмета описано понятие «определенное». Потому что он определенный предмет. «Этот». Точнее, «этот». Точнее, вот так. Да. И это бытие… Во-первых, бытие у Гегеля дается путем рефлексии чувственной формы. А во-вторых, это бытие имеет конечный вид. Вид «эту». То есть можно указать. То есть это имеет смысл указания. На уровень указать нельзя. Примера она имеет. Имеет определенность примера. Да. То тоже совершенно верно. На этой доске больше никто не рисовал. Как я нарисовал этот субъект-предикат, так? А он просто не стирает. Тоже за предикатов. Он вечно не стирает. А, там все, да? Мы можем оставить компакт. Что-то писал. До наскальной живописи. На воду указать нельзя. А это у Гегеля бытие имеет конечный вид. У фолеса все не так. У фолеса рефлексия чувственной формы дает нам превращение предмета. То есть у фолеса что получается? Превращение предмета обосновано. А именно обоснована рефлексия чувственной формы. У Гегеля непонятно, почему после ночи следует полдень. Внешняя необходимость? Да. Просто внешняя необходимость. Так устроен предмет. Так он устроен. Что-то сменяет. Одно может сменить другое. Но это вытекает просто из внешности предмета. Раз предмет внешний, то он так же самопроизвольно и меняется. У фолеса это обосновано. Рефлексия чувственной формы делает необходимым превращение. Ночь меняется днем вследствие рефлексии чувственной формы. А теперь посмотрим, что получается, когда мысль все-таки рефлектирует чувственную форму как форму. Сначала рефлексия не осознает чувственную форму как форму. Сначала рефлексия не осознает чувственную форму как форму, и следствием осознания или неосознания является превращение. Но если мыслящая рефлектирующая форма осознает чувственность как форму, то мы получаем, что мы получаем? Мы получаем бытие парменида. В таком случае она осознает, если мы чувственную форму осознаем как форму предмета, то предмет принимает вид света парменидового. Единственного света. Свет у парменида это уже не вода фолеса. Парменид же вроде шар. Светящий. Нет, тут очень важно, что вот эта пространственная характеристика, которая у Аксимандра тоже есть, да? Хапера, то есть беспредельная. И вот у парменида теперь уже шар, но конечный. Тоже пространственная. А как может быть иначе, если мы осознали чувственную форму как форму? Если мы осознали чувственную форму как форму, то мы получили, разумеется, определенный предмет. То есть был бесконечный, когда не осознавали предмет. А рефлексия стоит в том, что он становится конечным. Объединяются вот эти две ситуации. Да, когда мы не осознавали, мы субъективно имели превращение, а объективно имели... Это тоже важный момент. Вода как бы объективно существует. Она существует. А превращение — это переход от чувственной формы в чувственную форму. Обоснованность воды даётся извне, самой водой. Это вода так деятельно существовала. Обоснованность воды даётся самой водой. А обоснованность превращений даётся сознанием чувственного опыта. Поэтому подразумевается, что вода — это истина, а превращение — это мнение. Превращение, ещё раз, это следствие рефлексии чувства. Это чувство существует, рефлетированное чувство существует в превращении. Поэтому превращение — это мнение, а вода — истина. Вода обосновывается собой, а превращение обосновывается чувством. Теперь, следующим шагом, мы осознали, как бы уничтожаются различия на объективно и субъективно. Есть один опыт. То есть опыт достигается рефлексии чувственной формы как формы. Когда чувственная форма осознаётся как форма предмета, мы имеем конечное, единственное бытие. Которое не меняется. Ни у фореза, ни у парменида. Чувственная форма не осознаётся как просто этот. У Гегеля есть внешнее и «я сам». Но «я сам» как? То есть есть «я сам» у начала. Есть предметы, есть «я». Не у фореза, не у парменида «я» нет. И я думаю, они правы. Потому что… У парменида есть такой намёк на «яш». Там же рассказывается в поэме, что его какие-то там кони куда-то там. В сопровождении там Мойра. Мойра, по-моему, богинь каких-нибудь куда-то там вознесли на небо. И там рассказ идёт о том, что вот услышь слово истины. Как бы идёт рассказ «С лица богини». А вот он как бы применит там, вдохновлённый куда-то там улетевший, там вот он это слово слышит. Это просто… На мой взгляд, это просто… Изложение формы, да? Поэзия, да. Просто поэзия. И они, скорее всего, правы, потому что что значит осознание «я» как «я»? То есть формы как формы. Правда, у Геггера форма – это сторона опыта. Другой стороной которой является предмет. Но, тем не менее, «я» – форма, взятая как форма, не как форма предмета, а просто как форма. Может быть, это и неправильно. Но не знаю. Но, во всяком случае, мы фиксируем разницу в опыте рефлексии. У Гегеля есть «я», у Парминида «я» – нет. Но Парминида в бытие получается путём рефлексии и чувственной формы как форма, которая сознаётся как форма предмета, и тем самым получается круглый цвет, который, разумеется, не может смениться ночью. Света Парминида уже, что тоже важно, Света уже не сущность, а самоявленность. Это уже не вода. То есть, а бытие и сущность различено в Парминида или нет? Или всё-таки мы ещё в Паралиме находимся? Не знаю. Не знаю. Должен сохраняться тоже сущность существования. Куда без него. Но почему-то мне кажется, что свет Парминидов – это не определённая сущность, вода определённая сущность. Просто если это существование, то другие сущности существованием не обладают. Вот и всё. А свет – это сама явленность предмета. Сам факт его существовать. И опять же, явленность здесь вполне уместна, потому что светящийся шар получается путём рефлексии и чувственной формы как хор. Чувственной формы как хор. Поэтому мы фиксируем лишь конечность явленного предмета. Чувственно явленного предмета. Конечность чувственного явленного предмета. Но Парминида там тоже… Бытие и мышление тоже здесь только как. Вроде же у него мыслящая форма есть. Откуда иначе взялось бы то же, что бытие и мышление? Можно Парминидину по-другому разложить. У него как раз уже возникает вроде как мыслящая форма. С точки зрения мыслей форма чувства конечность. С точки зрения мыслей, конечно, чувства конечность. Потому что иначе его нужно рефлектировать. Ну а о мысли речь не идёт. Об игре мыслящей и чувственной формы речь не идёт. То есть мысли просто констатирующие инстанции? Да. Мы констатируем, что философия начинается вот с развлечения чувственной и мыслящей формы. Мыслящая форма рефлексирует чувственную форму и получается три модификации. Или две модификации. Одна вода и превращение, другая модификация. Это когда чувственная форма уже осознанна как форма. Она, повторяясь, осознаётся как форма чувственного предмета, но этот предмет единственный в мире. Получается, по-моему, и нет. Мне просто можно мыслить бытие как первую мысль, которая отделила себя от чувства. В некотором смысле у нас в чувственной форме мышление и чувство, само чувство, они смешаны. И первая мысль, которая отделилась от чувства, это бытие. Потому что бытие его не почувствует, да, оно там не присутствует никак в нашем опыте. Оно только мыслиться. Это та самая первая мысль, которая является чистой мыслью. Только мыслью. И всё. Ну тогда придётся говорить, на мой взгляд, о тождестве мыслей и чувств. Если это первая мысль, она всё равно чувственно дана. Потому что, ещё раз, она дана через осознание чувства, как формы предмета. Поэтому назвать её мысль отличное чувство никак невозможно. Что интересно, если дальше продолжать логику, то понятно, откуда Платон вырастает. У него помимо одной мысли, мысли о бытии, возникают ещё многие другие мысли. То есть, там, единое, там, и разного рода идеи и там, и прочее. То есть, как бы, развитие вот этого чистого мышления идёт. И поэтому возникает у него даже вот в Софистике, как бы, он там говорит, что вот мы, как бы, постигнём на наследие Парменида. И, в некотором смысле, там возникнет даже небытие, да, как мысль чистая. Олег Михайлович, ещё раз, вот чувственная форма, осознанная в качестве формы, даёт тезис Парменида. Это понятно. Но это получается что? Что вот это вот шарообразное бытие – это есть историческая форма для «это», а историческая форма у Парменида тогда для «это». Вот что здесь с субъективной стороной выступает? Я думаю, что у Пармениды нет уже этого деления, да. Если чувственная форма является формой предмета, то мы уже деление на «это» и «этот» утрачиваем. Просто чувственная форма мыслится как форма предмета. Всё. «Этот», вообще «этот», как я уже сказал, «этот» был бы «я». Но «я» уже теперь был бы «я». У Фалеса нет. Фалес – это превращение. А здесь, поскольку чувственная форма – осознанная форма, то это был бы «я». Кстати, у Гераклита, можно предположить, это деление происходит. Но только то, что у Гегеля опять же этот, то есть пустая форма, у Гераклита – ничто. Когда возникает тезис «бытие» есть «небытие». То есть он продолжает рефлектировать чувственную форму как форму предмета и получает два результата. С одной стороны – это бытие, а с другой стороны – ничто – небытие. То есть пустая форма чувства. Как таковая она не существует, но как сторона, раз уже чувственная форма выделена как форма предмета, – то она может представить, как ничто, но ни в коем случае не пустой формы. Здесь же Гераклита прав, пустая форма не может мыслиться. – Не, но можно же мыслить некую множественность. То есть форма как множественность. не форм не множественность разных сущностей а форма как множественность и склась в основании не форма как 1 форма как множество это понятно кто доберется это героплита там тоже сами виду около откуда берет меня тоже множественность то есть изначально и первичным множественность тайне иная там как бы любую можно сможет свести к противоположности дата морки возникает от этих героплитовские или бедоховские противопоставления, вражда, любовь и прочее. Это просто другое основание, что чувство изначально некая форма множественности. А не форма одного. Ну, в этом утверждении, мне кажется, нет рефлексии. Нет собственного философства. Форма множественности это просто констатация факта. То есть опыт не меняется. Ну, опять же, берем... Фреслексия же должна менять опыт, Була. Я понимаю. Я говорю, а вот Демокрита брать, как его объяснить? У него же, с одной стороны, есть атомы, и они в каком-то смысле похожи на бытие Променида. А с другой стороны, их могут. Я не умею это объяснять. Я всего двух философов взял. Я бросил строить систему, взял двух философов первых, и подумал, он о чаре философствования. Это Фалес и Променид. Получилось то, что получилось. Это все, что я придумал и хотел вам сегодня рассказать. А как Променид объясняет тогда, что у него есть второй путь мнения, где ночь и свет, тьма и свет как-то смешаны, где есть один путь, а потом есть и по пятна, и что-то из этого. Ну, это как раз путь множества, о которых вы говорите, что одно существует рядом с другим. Не, ну раньше у нас как получалось, что вот это и это были разбиты как раз так, что статика некая была на стороне. Это, а как бы динамика на стороне это. Тут опять есть некая динамика. Есть статика бытие, Парменид как раз отрицает его аргументацию, ведь какова. Говорят, что рядом стоят день и ночь. Двуголовые люди утверждают, что рядом стоят день и ночь. Но посмотрите, то есть бытие и небытие. Но посмотрите, ведь они не могут быть рядом, потому что рядом означает превращение. Поэтому переход к ночи или к ничто означает уничтожение. А переход из ночи означает возникновение из ничего. Так вот та вот линия, изначальная Парменидская линия, она просто отрицается, это Парменид, и всё, да? Но это же Парменидская линия, что в каком-то смысле всё в реплексии, форма чувственная. Она нам в виде превращения. Она так и остаётся в виде превращения. И да она нам до сих пор. Да, так вот с этим трудно спорить. Так оно и есть. Только просто не бесконечный предмет в первом аспекте, а он становится конечным. А здесь превращение точно так же ставится. Мы, на мой взгляд, можем согласиться с опытом Парменидской линии, Фалеса, потому что действительно в реплексии мы схватываем две стороны чувственного опыта. С одной стороны, каждый предмет, который мы видим, дан как таковой, то есть являет себя. Он сам себя обосновывает. То есть он выступает как тождество сущности существования. Любой предмет, на который мы вращаем взор, он с одной стороны, с одной стороны, старается об единство сущности существования, то он непосредственен. А причём, в нём мы не видим опосредование, то есть мы не видим этот, не видим себя в нём. Что значит непосредственно? Это значит, что мы в предмете не видим себя, мы не осознаём своё опосредование предмета. Так оно и есть, по-видимому. Мы, воспринимая предмет, не осознаем, что опосредуем его. Он дан, не пока, кстати, у нас был семинар, мы долго это обсуждали, эту идею непосредственности всякого опыта. А с другой стороны, всякий чувственный опыт конечен, а это значит, происходит превращение одного в другое. Это просто две стороны опыта, которые Фалес выразил вот так. Он выразил действительные стороны чувственного опыта. С одной стороны, непосредственность, с другой стороны, превращение. Так, теперь Парменид непосредственностью согласен, а с превращением нет? То есть, он согласен с некого рода, что дано неизменное шаровидное бытие, и нет никакого превращения? Проблема в том, что у Парменида получается так, что две стороны этого опыта сходятся в один тезис. Понимаешь? То есть, как бы, позиция Фалеса получается, что распадается на два тезиса. Все есть вода, и все из воды в воду. И каждый из этих тезисов принципиально важен в данном случае. Это описание двух сторон соотношения мыслимой и чувственной формы. А у Парменида получается так, что рефлексия мысленной формы по поводу чувственной формы приходит к следующему этапу, что мысленная форма сознает чувственную именно в качестве формы. И утверждает, что есть вот это вот шаровидное бытие, которое утрачивает совершенно всякую чувственную определенность. Это просто явленность как таковая. Вот если еще там Фалес с Анаксимандром могли, так сказать, дискутировать, что лучше, говорить вода или Аперон. И там как бы непонятно было, как решать, кто более прав. Потому что что вода не очень точно, что Аперон не очень точно по одной и той же причине. То есть здесь решение уже найдено. Здесь никакой не Аперон, здесь просто вот сияющее шаровидное бытие. Просто явленность как таковая. Так а вторая-то часть? Важно интересно, что вторая часть еще. Вот. А вторая часть, она просто совпала с этой первой. Получается так. Не, но у него же путь истинный, путь мнения. Путь мнения-то уже отрицает. Он говорит, что это мнение двухголовцев, что это ошибочное мнение. Ну, понимаешь, как это толковать? Это можно толковать так, что... Вот смотри. Для Фалеса оба тезиса это части философии. Что все есть вода и все из воды в воду. Это оба философские тезисы. Для Парменида, по всей видимости, тезис есть шаровидное светоносное бытие. А все прочее это не философия. И в этом смысле он говорит о мнениях. И в этом смысле это отвергает. Понимаешь, какая штука? То есть он не... Это не становится частью его собственной мысли. Это всего лишь человеческое заблуждение. Вот точно так же, как люди могут думать, что ведьмы летают на метлах по ночам. И миллионы людей в это могут верить. Но это же не становится частью философии. Я понимаю, но это бросает тень на Фалеса. То есть получается, что Фалес как бы инкорпорировал в свою философию мнение свое. Не важно, что мнение. Не важно, что мнение. И критикует Фалес или нет? Получается, критикует, и раз он говорит, что не может быть... Ну, все друг друга критикуют без конца. Гераклит Парменида, Парменид Гераклита, все критикуют Гераклита, все критикуют Парменида и периодически его убивают. Ну, дело житейское. Это как раз никакой не показатель. Когда Парменид говорит, что есть бытие, приходит к идее бытия, то это можно возразить только одно, что кроме бытия есть небытие. У Фалеса вода и превращение. Это один опыт. А если у нас есть опыт бытия, то расшатать его можно только опытом небытия. А Парменид легко разделывается с этим суждением. Кроме бытия есть небытие. Само это утверждение, что кроме бытия есть небытие, есть небытие возможно только тогда, когда обосновано бытие. Чего у Фалеса нет совсем. Поэтому сказать, что кто-то за кого-то критикует, неправильно. У Фалеса вода здесь конечное сияющее бытие. Не, ну вопрос множественности. Он никуда не уходит? Почему как бы... Если Фалес прав, что есть только бытие, то проблему множественности естественно уходит. Куда она уходит, если она как бы сияет в том, что есть... Он же ведь собирает это бытие, оно же не изначально есть, оно же собрано. Он доказывает, что оно есть. То есть он сначала исходит из того, что есть множественность. Сущая к сущему там... Сущая к сущему там присоединяется и образует нечто одно. Но множественность вначале была, она никуда не исчезла. Он потом говорит, что это множественность типа того иллюзии была. Да-то они чувственные иллюзии. Нам мнится, что это так. А на самом деле есть одно. У него все-таки движение, а не просто как бы... Это что? Нет, подожди, подожди. Он доказывает... Ты говоришь две взаимоисключающие вещи. Либо единое бытие собирается из какой-то множественности, что, на мой взгляд, у Парменида вообще не так. Либо это прослушается просто иллюзией. Сущая склачивается с сущим. В буквальном смысле это тебе из этого. Ну да, да. Там еще ты тоже цитировал про Мойера и прекрасных богинь и все такое прочее. Вопрос в том, что мы берем в качестве тезиса. У Парменида, как мне кажется, что отличать его от Фалеса, есть доказательства. Он доказывает, что, несмотря на то, что видится многое, есть одно. Это существенно, как бы, иной способ подхода. То есть, чувственная форма, как бы, нам мнится многим. Вот, допустим, если возникает свое родное соотношение с Фалесом. Фалес говорит, что когда мышление рефлектирует чувствную форму, то возникает множество. А Парменид как бы, да, вот с ним спорит, говорит, что нет. Что на самом деле это мнимость. Что на самом деле одно. Что на самом деле чувственная форма, это одно. Да. И что, к чему-то иного. Ну, это просто, я говорю, что другой подход просто, состоящий в том, что у Фалеса, получается, есть две линии, да, которые он ведет равнозначно. А Парменид и одну эту линию как бы прекращает, доказывая, что эта линия не только мнимость. И остается одна линия, да, бесконечное бытие. Но в силу рефлекции оно становится конечным. То есть та самая развернутая вода бесконечная становится просто шаровидным каким-то конечным бытием. А первая линия, она как бы подвергается критике. Почему я говорю, что важны доказательства. Ну, не знаю, критики, не критики. По-моему, здесь принципиально важно удерживать, что, несмотря на то, что чувственная форма у Парменида совпадает с мыслимой формой, это все-таки два разных аспекта, которые могут и расходиться в дальнейшем развитии мышления. Вот это не то, чтобы он элиминирует одну из частей, одну из этих форм. Мне просто мышление в рефлексии указывает на границы чувственной формы. Что чувственная форма, она ограничена, что она одно. Конечное одно. Некого рода шаровидный бытий. То есть само понятие шаровидности указывает, что чувственная форма нечто конечное. Ну да, да. А у фалеса это еще не так. Вот о чем я говорю, что у фалеса чувственная форма это некого рода развернутая бесконечность. А конечность у него, он считает, что конечность образована тем способом, что есть некого рода превращение. Но превращение, как бы говорить в споре с фалесом Парменидом, оно мнится, что на самом деле изначально форма не бесконечная, а конечная. То есть раскладывать как бы соотношение фалеса Парменидом, мне кажется, вот так вот происходит. Еще раз, важно же не то, что сопревращение есть оно или нет. Важно то, какую эту функцию играет в философии. Для фалеса это форма существования субъективной стороны дела, форма существования мыслимой формы. Парменид находит другой способ, соединяя мыслимую и чувственную форму, и тем самым не является для него необходимым объяснение вот этой множественности. Я просто хотел сказать, что с чувственной формой есть, мне кажется, два вопроса. Во-первых, вопрос, связанный с ее развернутостью, явленностью, то есть вопрос бытия. И второй вопрос, связанный с ее конечностью. Просто фалес, вопрос конечности решил, вопрос бытия в него понятно, существует только вода, а вопрос конечности он решил инаковение. Вот есть инаковение, значит есть форма, значит чувственная конечность. А у Барменида и явленность, и конечность формы дано в одном, как вы правильно говорите. Но он критикует, еще раз говорю, как бы фалеса за то, что тот видит конечность в инаковении. Никакого инаковения нет, это мнимость. Но это понятно после того, как получено бытие, чего у фалеса нет. Поэтому, собственно, их относить невозможно. У фалеса нет бытия, поэтому есть инаковение. А если есть бытие, то инаковение будет только не бытие. Поэтому Гераклита идет этим путем. Он указывает, что когда мы осознаем свое опосредование, то есть чувственную форму, как пустую форму, как сторону опыта. Не как форму предмета. У фалеса – это форма предмета, то есть чувственная форма. У Гераклита чувственная форма – это сторона опыта. Другой стороной, которая является бытие. Чувственная форма, взятая как сторона опыта, есть небытие. Не пустая форма, еще раз скажу, чтобы было бы глупостью. А небытие. Да. А значит, расшатывается… Но это еще один шаг просто рефлексии. Возможно, только после Парменида. Сначала Парменид должен был осознать чувственную форму, как форму предмета и зафиксировать бытие. И, исходя из этой посылки, отрицать любое изменение, естественно. Затем Гераклита должен был расшатать уже полученный чувственный опыт, понять чувственную форму как сторону опыта, другой стороной, которая является бытие. И назвать эту сторону опыта небытием. Бытие оборачивается небытием. Поэтому верх оборачивается низом, правое оборачивается левым, добродетель оборачивается пороком. И возникают такие вот оборачивания. То есть небытие же не дано предметам? Оно только что делается? И значит, возникает множественность. Тогда возникает множественность уже. Но Гераклик дальше не идет. Он говорит только о том, что верх является низом. Если бытие с другой стороны есть небытие, то, конечно же, правое с другой стороны – левое. И вогнутое, а оно с другой стороны – выпухлое. Это прямо вытекает, по-видимому, из того, что бытие есть небытие. Но опыт, возможно, тот, кто бы сформулировал понятие бытия. Поэтому, опять-таки, критиковать тут некого. Все равно, что критиковать мать родную. Нет, но есть и монетные пиетики, когда развивающиеся в некоторого рода высказаниях. Ну, как бы логика, да? Вот то, что у Дегеля называется логика. Есть же некая логика разворачивающаяся. Мы же видим, что фалис – это и парменид. Есть переход какой-то логический. Есть какая-то логика в этом переходе. Да, я пытался ее как раз в эту логику вывести. И есть логика в переходе от парменида к Гераклиту. Дальше я не смотрел, как от Гераклита перейти. К Платону. Но сначала к софистам сначала. Ну, можно же и к софистам. Бог его знает. Не, но если бытие и не бытие, значит, условно говоря, все позволено. Понимаете, софисты эмпирики. Здесь вписать их в логическое движение, вообще, думаю, немыслимо. Хотя я не знаю. Я не работал. Не, ну, само высказанное бытие истинное бытие. Вообще, ну, то ли, если бытие истинное бытие, то можно все что угодно доказать, исходя из этого высказанного. Бытие истинное бытие. Это «а» есть «ня», из этого следует все что угодно. Вот вам понравился и софист. Ну, в этом смысле, да. А что касается памяти, Игорь, то я не сумел преодолеть... Оставим. На историю философии немножко поговорим о наших баранах. Что касается памяти, то один пример. Когда подъезжаю под рижер, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры. У меня получается, получается, по-моему, очень правильно. Имеется субъектно-предикатное отношение небо и синева небо. Затем мы переходим к предикату. Предикату глаз, а именно синева глаз. Синева глаз такая же, как синева небо. И затем, установив отношение тождества между синевой небо и синевой глаз. А с глаз мы сначала берем только предикат. И работаем с отношением предикатов. Уже после установления отношения тождества и предикатов мы переходим к самим глазам. Глаза это не только синева. Глаза и большие, и смеющиеся, и... Да, с большими ресницами. В общем, переходим к глазам. Значит, таким образом, переход от неба, от небес к взорам, от неба к глазам, происходит через установление отношения тождества предикатов. Небо и глаз. Никакой ассоциации, конечно, не существует. А построение идет вот таким образом. Еще раз, отношение тождества между предикатом синевы неба и предикатом синевы глаз, и от них переход к глазам. Переход от неба к глазам через установление тождества предикатов. Это, на мой взгляд, получается. Теория памяти, как бы это все развивать? Потому что это как... В моем тексте это полстранички. Для меня это реальная жизненная проблема. В моем тексте это полстранички, которые никто никогда не заметит. А на самом деле это теория памяти. Ни много ни мало. Даже теория воображения. Еще полстранички. На самом деле это, действительно, некоторое совсем не ошибанное теория воображения. Это каким-то образом даже представлено как некое самостоятельное исследование, а вроде как и... Я никогда такого не делал. Я пишу. Строю систему. Каждые кирпичики из них можно превратить в самостоятельную теорию. Удивить весь психологический мир. Но надо как-то трудиться, я не знаю как. Придумать какую-нибудь... Это поприще для потомков. Нет, ну там просто... Не заметят, потом уж не будет. Не заметят эти полстранички целого текста. Еще чуть-чуть через две тысячи лет какого-нибудь фалеса раскопают. И заметят тогда уже, да. Нет, просто вот что касается памяти, что касается воображения. Воображение даже еще хуже я представляю положение дела. По поводу памяти просто дикий бардак. То есть есть некоторые совершенно разрозненные соображения разных философов о том, что есть память и как ее анализировать. Ну правда у меня есть приятель, который прям таки докторскую пытается написать по поводу памяти. Ну там как бы трудно, непонятно на что опираться. То есть оно вот как было хаотическим каким-то куском еще во времена Декеля, так оно в общем таким хаотическим куском и остается. Там никто особенно, по-моему, ничего из значительного не сделал. Поэтому... Ну так как бы и ожидается это. Да, но вернемся вот. Что у меня не получилось? С полем и в кафе, как вы заметили. Потому что синевой небес – предикат одного из субъектов в субъект, через строительство предиката. Вот смысл построения. Но в случае с небесами – предикат явлен. И только второй предикат к нему, кстати, пристраивается. А в случае с полем, как вы заметили, есть кафе. Я смотрю на кафе, вспоминаю поле. В общем, не в кафе его вспоминаю, просто вспоминаю поле. И где предикат? То есть это другая ситуация. Я предложил такой прием, что присутствие... Мое предложение было в этом. Что присутствие поля в кафе есть присущее кафе и присущее полю. А, то есть присутствие выступает таким предикатам. Да, да. Но тогда я сочиняю оба предиката. Кафе присущее то, что поле в кафе. И полю присущее то, что поле в кафе. То есть в этом случае я сочиняю два предиката. Я одного нет. Сочиняю два предиката и устанавливаю то. Опять же, дальше все так. Сначала устанавливаю то, что предикатов. А зачем перехожу от кафе субъекта, которому свойственно присущее поле, к полю, другому субъекту, которому свойственно присущее поле. Если я прав, то есть как бы два варианта воспоминания. Либо я придумываю другой предикат, а первый в данном наличии. Либо я придумываю оба предиката. То есть второе воспоминание – соображение. Да. То есть вообще какое-то странное воспоминание, честно сказать. Ну вот я говорю, что, во-первых, с небесами у меня все понятно, а с полем, единственное, что я могу предложить, мне нет уверенности, что это… Хотя почему, по другой стороны, может быть, я зря… Если я в случае с небесами беру же один из предикатов, как бы, отдельного субъекта… Синевых глаз у меня нет. Да, но… У меня есть синевое небо, они тоже действуют. Вспорим, вообще ничего нет. Вспорим, вообще ничего нет, да? И кафе тоже есть, кафе же есть. Как так ничего нет? Есть кафе? То есть ты считаешь, что кафе является предикатом по отношению к полю? Нет, кафе – субъект, кафе – никак не предикат. Нет, быть в кафе – предикат. Быть, как и предикат, да. Но он не налицо. Синеве небес налицо – предикат синева. И мы придумываем другой предикат только потому, что он тождественен. По синеве глаза и небо тождественны, не различаются. По синеве не различаются, по всему остальному различаются, а по синеве не различаются. По синеве взоры тождественны небеса. Но это при условии, если синева небес присутствует. А если не присутствует, то приходится говорить, что-то такое действительно странное, что мы предикат приписываем… Сначала приписываем обоим субъектам, потом устанавливаем тождество предикатов. Не понимаю, здесь есть ошибки или нет, ошибки… Никак мне не взять в ум. Ну все на сегодня. Спасибо. Спасибо.